МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так как не пробита? Вы что, вообще уже там все? Это беспредел! Так, Скворцова, какой беспредел? Ты мне сама лично обещала. Что больше на проспекте ночью работать не будешь. Да я не работала, я вай-фай искала. Вай-фай? Это что у нас, китайская гостиница новая? Или это, болячка? Очень смешно. Вот прям завтра едет на фестиваль юмора, менты жгут. Скворцова, это ты как будто с фестиваля путана года. Что? Что, что? Какой вай-фай? Что ты мне заливаешь? Ты зачем свой роутер в каждую машину пихала? С соцопросом проводила? Здравствуйте, у вас есть вай-фай? Давайте законнектимся. Обычное подключение 50, выделенка 75, закрытый канал 100. Слышь, малышка, а есть фри соединение? Бесплатный вай-фай есть, но он медленный, затрахаетесь ждать. Вы, извращенцы! Да я хотела с мамой по скайпу поговорить. Вот, искала водителя, который прикинется моим парнем. У меня мама старенькая, волнительная. А я хочу, чтобы она думала, что я учусь в институте, встречаюсь с парнем, что мы с ним под ручку по проспекту ходим. В общем, как все нормальные девчонки. Скорцова, ну что ты заливаешь мне? Ну вот я лично видел у тебя в руках 50 долларов. Да? Вот, я готова была за это заплатить. А что это, противозаконно, что ли? Так, подожди, ты предлагала 50 долларов, и никто не согласился? Никто. Ну, 50 долларов за 5 минут разговора? Ну, за 7. Звони. Сергей Петрыкин? Ну, вообще-то это правильно. Ой, спасибо. Милиция должна помогать людям. Спасибо, лейтенант Сашка. Лейтенант Петрыкин. А я кофейку сделаю. Да. Сними. Хорошо. Все. Кольцо сними. Ай, блин. Олег, кто это? Привет, мамунечка, это я. А, это ты, малая. Чего так долго не звонила? Так учеба, времени не было. А деньги чего перестала высылать? Нам же стипендию урезали. А это, да и вообще, раньше тем, кто допоздна занимался, доплачивали. А сейчас наоборот. И вообще, говорят, самим платить надо. Понятно. А где ты сейчас? В ментовку загребли? А, нет. Это все на практике. Я же в юридическом учусь. Вот. Стажировка у нас. А что за хмырь с тобой? Рожа такая ужасная и противная. Мамунечка, это мой парень. Мы с ним тут на практике и познакомились. Лейтенант Петрыкин. Здрасте. Малая, он что, мусор? Ну. Слышь, мусор, убери-ка свою рожу от монитора. Малая, ты что, с ментом встречаешься? Ты что, рамсы попутал? Лучше бы ты проституткой работала, чем с ментом встречаться. Давай прекращай. Деньги будут, высылай. А с этим уродом прекрати мутить. Иначе прокляну. Мамунечка, ну он же такой хороший. Помни всегда, что говорил твой покоенный отец. Хороший мент, мертвый мент. Так, Скворцова, вот за это надо будет доплатить. Так, ну что, помог? Помог. Блин. Все нормально? Ой. Слышь, малая, про деньги я погорячилась. А это что за задница в мониторе у меня? Это не задница, это лицо лейтенанта Кринейти. Значит, хватит вот этих соединений интернет. Мальчики, а я продлить хочу. Пойдем, я знаю, где еще один компьютер есть. Хорошая женщина, кстати, познакомился уже. Шоба. Здравствуйте. Добрый день. Чем я могу вам помочь? Нет, не обращайте внимания. Мы просто пришли посидеть, погреться. Здесь у вас так здорово, мягко. Нет, девушка. Мы пришли, чтобы купить средства для усиления любви. Не поняла. Не обращайте внимания, она шутит. Нет, я не шучу. Вы понимаете, у моего мужа в последнее время не очень получается. Вот, и мы хотели бы купить такое средство, которое вернет нам былые прелести семейной жизни. Вы меня понимаете. Сексуальные стимуляторы? Мне нет, а вот ему, да. Нет, скорее всего, моей супруге нужны сексуальные успокаивающие. А вы уверены, что вам нужна медикаментозная помощь? Да, да, я уверена, например. Понимаете, у нас была прекрасная семейная жизнь. Прекрасная. Но эта экология, вы знаете, как она действует на мужчин. Представьте себе, что несколько месяцев назад это был высокий двухметровый парень. А сейчас ни дать, ни взять. Все соки из меня... Мриночка, мне очень тут неудобно. Это все из-за работы. Я устал, я сейчас отдохну. И ух! Знаю я твой ух. 30 секунд. Вы не переживайте. Фармакология творит чудеса. Есть очень эффективное средство. Вот. Оно подействует? Лично опробовано мной. А у него есть какие-то побочные эффекты? Есть. Вечно улыбающаяся жена. Хорошо. Нам подходит. Пробивайте. Ой. О, за добавкой пришли. Ну как, понравилось? Шикарно, девушка. Шикарно, потом расскажу. А сейчас упакуйте мне, пожалуйста, вату, зеленку, бинт. Успокоительные наши ты. Да что ж такое? Алло. Да. Не-не-не, я думаю, скорую лучше вызвать. Ага, вызывайте скорую, да. Хорошо. Но средства шикарные. Отложите мне три упаковки. Три. Пожалуйста. До свидания. До свидания. На троих. Гады. Беспредел. Ковалу. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы полицию вызывали? Я вызывал. А контролировать все вы должны были сами. Что случилось, дедушка? Не перебивай меня, мальчик. Случилось. Довели страну. Вы нас по этому поводу вызвали? Не перебивай, говорю. Садись. Сейчас все расскажу. И ты садись, мальчик. Наши баруси с ними давно. Ох, они мне кровушки попили. Ох, много, 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 много. Дедушка. Дедушка. Менты. Тихо, тихо, дедушка. Это вы полицию вызвали. А, я? Да. А что, 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 а что я сейчас? А, вспомнил. В парке орудует банда. Очень, очень, очень сильная и очень злостная. Вы пострадали от нее? Если б только я. Многие, многие страдают. Но все боятся вам звонить и рассказывать. А я не боюсь. Я не боюсь. А сколько всего человек пострадало? Ну, по моим подсчетам, жертв человек десять. И это только за сегодня. Ого. Ага. А как действует эта банда? Ага. Банда действует скрытно. То есть напали в этом парке? Нет. Напали в этом. Но они работают не только в этом парке. Они работают еще около моего подъезда. Возле Собеса, гады такие. Я, главное, я ночью скрытно в тишине. Они на вас напали, избили и ограбили? Ни то и ни другое. Нет. Они испортили мое имущество. Гады. А как, как они испортили? Как? Они окрасили вот эту лавочку, о предупредительной надписи не оставили. О, о, смотрите. Смотрите, что получилось. Дедушка, а что же вы нас не предупредили-то, а? А это чтобы у вас мальшивация была лучше. Чтобы словить их вам захотелось. Сильнее, дедушка. Дедушка, знаешь, что ты после этого? Знаю, знаю, знаю. Сознательный гражданин. Гады. Довели страну. Довели. Сталина надо вас. Дай протокол. Бакар. Дедушка. Массаж, массаж, расслабляющий, профессиональный массаж. О, какая девушка. Не девушка, а персик. Ой, какой персик. Нектарин сладкий, сочный. Ну, и почему массаж? Сто долларов. А для такого детки, как ты, можно и двести. А это как? А вот так. Я массажирую, я плачу. О, интересно. Ну, хорошо, давайте. Ну, пожалуй, начнем. Ва, какая девушка. А где же ты, моя сулика? Я здесь. Мне подруга посоветовала на массаж сходить. Освенит, такая хорошая девушка. К сожалению, моему великому только что закончился крем. У меня есть. И полотенца, к сожалению, нет чистого. А тут санстанция, шматстанция, понимаете? У меня все с собой. Только что вспомнил, у меня сегодня сокращенный день. Да, мы теряем время. Иди ко мне. Остановись, сильная, дикая женщина. Иначе это будет последний массаж в моей жизни. Нет, я купила абонемент на целый месяц. И теперь ты будешь начинать только с меня, потому что после нее ты очень уставший. Так, дядя Митя, когда ты наконец уже соберешь этот злополучный шкаф? Для начала мне надо собрать мозг. Тебе что, уже трудно прочитать что-нибудь длиннее ценника на спиртное, а? Да что их читать, я их наизусть знаю. Но это же ужас. Возьмите панель Густавсу, соедините паз Липхнит со шпинделем Краузе. Блин, вот такое ощущение. Я сейчас дочитаю это заклинание и вызову дьявола. Если ты до конца дня не соберешь этот шкаф, ты разбудишь дьявола во мне. Объясните вообще, в принципе, зачем мы покупаем вот эти шкафы в веке? Да я лично точно такой могу за полночи сделать. Можешь. Но у тебя никогда не совпадает размер полок и размер ящиков. Так у шведов тоже не совпадает. Так у шведов это задумано. Дядь Митя, ты отсюда не выйдешь, если ты не соберешь шкаф. И не гроб, как в прошлый раз, а именно шкаф. Ну, тогда я никогда отсюда не выйду. Не переживай, я уже послала тебе за подкреплением. О, вот это дело. А подкрепление будет крепленное или полусладкое? Полумное. Не бывает такого. Надежда Константиновна, вызывали? Да, Митя, вызывала. Виктор Петрович, помогите Дмитрию Ивановичу собрать этот злополучный шкаф. Тю, ночью помоги разобрать, днем помоги собрать. Что такое? Не поняла. Мы же только сегодня купили этот шкаф в Икею. А мы вчера этот шкаф в Икею продали. Дядь Митя, ты что, ничего не помнишь? Мы уже два месяца эти шкафы в Икею поставляем, собственной сборки. А-а-а, я думаю, на какие шаши мы второй месяц бухаем. Погоди, погоди. А инструкцию тоже я писал? Не, инструкцию я. Шо ж ты, пёс смердячий, не мог на русском? Ну зачем-то тебе липхнетый крауз. Дядь Мить, шо ты диктовал, то я и записывал. Скажи спасибо, шо я твой матерный поток в два раза сократил. Так это я? Ты, ты, дядь Мить. Я шо, умный? Дожильный. Оба вы умные. Гурген Георгиевич, а можно вам личный вопрос? Угу. Восемьдесят четыре. Что восемьдесят четыре? Ты хотел спросить, сколько у меня было женщин? Восемьдесят четыре. Нет. Я хотел спросить, как вы делали предложение вашей жене. Тише, что ты так громко говоришь? Когда я в небе, я холостой. Тем более, при мне не надо говорить о моей жене. Не хочу портить настроение. Ты видел этого ангела, которая спустилась к нам в небес, чтобы сесть в наш самолет и снова вернуться обратно? Для вас, Гурген Георгиевич, каждая девушка ангел. А, слушай, что такое говоришь? Это вообще особенный, аппетитная такая. Глаза, как виноград. Видел, да? Грудь, как дымки, попка, как персик. Гурген Георгиевич, хватит, есть захотелось. Вы не девушку, а фруктовый салат описываете. А что спрашивал про предложение? Что задумал? Я хочу сделать предложение нашей стюардессе Вике. Вау, Вика хорошая девушка. Да, кстати, в моем списке пока нет еще. Что значит еще? А, да, в смысле, ее там вообще не будет. Слово грузина. Сказал и забыл. Так а что ты от меня хочешь, чтобы я благословил вас, что ли? Нет, можете, как вы это умеете красиво сделать, по громкой связи позвать ее к нам сюда в кабину, а я буду в это время на колени стоять и с кольцом. А, конечно могу. Красиво сказать. Это у меня хорошо получается. Только ты как джигит становишься. Уважаемые пассажири, с вами говорит ваш любезнейший командир борта 458. Мы сейчас просим зайти к нам в кабину пилотов самую красивейшую, самую неподражаемую эту стюардессу экипажа любви для получения заслуженного наслаждения. Выходи из-за меня, Вика. Я согласна. Это не вам, это Вике. Ну, вообще-то я Марина, но ты можешь меня назвать как угодно, хоть Анжелина Джули. Вы меня неправильно поняли. Правильно тебя поняла. Это предложение, от которого не отказываются. Пошли. Куда? Пошли. Первая брачная ночь у нас будет на высоте. Причем в прямом и переносном смысле этого слова. Я тебе гарантирую, Женя, иди, иди. Ну что ж, Викуся, пускай ты в мой список не попадешь, главное не попасть в список Марины. Ваша честь, мы, как потерпевшая сторона... Слышь ты, по тебе и сразу видно, что ты потерпевший. Я вообще-то его первый раз в жизни вижу. Девушка, успокойтесь, истец. Продолжайте, пожалуйста. Наш автосалон, как потерпевшая сторона, просит удовлетворить иск. А, так ты не удовлетворенный. Че ж ты сразу-то не сказал? Ну идем, я тебя удовлетворю. Че мы к этой бабе пришли, я не понимаю. Девушка, я сейчас вас удалю из зала суда. А мы с вами не друзья на фейсбуке, что вы меня удаляли. Я вас удалю за неуважение к суду. Ой, напугали блондинку перегидролю. Ладно, пусть продолжают. Мне прям интересно, что вы там скажете. Успокойтесь. Истец, продолжайте, пожалуйста. Мы требуем удовлетворить иск о нанесении материального вреда. Вау-вау, стопочки. Во-первых, вы не указали, где педаль тормоза, где педаль газа. Во-вторых, вы так плотничком эти машинки поставили, шо это ваш? Чисто правтыка. А в-третьих, шо это помяло? Материальный ущерб нанесен автомобилем Порше 911, Ламборгини и Мазерати. Знаете шо? А я, между прочим, не уверена, что до меня они были не помятые. Да это салон, там только новые автомобили. А сейчас будут разные. Девушка, вы помяли самые дорогие машины в салоне. А вот будешь орать, тебе и лицо помнут. Понял? Истец, что вы требуете? Мы требуем материальную компенсацию в размере 500 тысяч долларов. Слышишь? Истец, и в рифму. А ты с ноликами не ошибся, не? Я, между прочим, деньги зарабатываю, а не с неба они мне падают. Понял? Так, девушка, успокойтесь, пожалуйста. Все, суд готов вынести приговор. Иск удовлетворен на 5 долларов. На 5? Ну, хорошо, на 10. Ну, знаете, я этого так не оставлю. Мы будем подавать апелляцию. Да иди там делать свою депиляцию. И не забудь указывать, где газ, а где тормоз. Вы представляете, девушка, я хотела купить у них в автосалоне машину, так они мне скидку зажали. А, вот ты красава. Ну, а с вас 5 тысяч за неуважение к суду. С чего это? 6. Слышь, коза, ты сейчас это самое нарываешься? Ах так, 7. Да что за беспредел? Давай побазаримся бы, как баба с бабой. 8. Вот на. Вот вам десяточка для ровного счета. Значит так, ты овца и курица. Хороший день сегодня. Я бы даже сказал, элитный день сегодня. Знаешь, сколько такая бутылочка одна стоит? Сколько. Ничего себе. Нихрена себе. Них. Вот именно. А я еще в интернете читал, что такие напитки пьют только олигархи и звезды. Так мы с тобой давно уже олигархи. А за такую партию нам по-любому звезда светит. Давай это дело отметим, а? Давай. Ну, за таможню, за хлеб и масло. А лучше за белую муку в пакетиках и черную икру. Будем. Давай. Ну как? Ого! А? Оно! Как будто только что в Верховной Раде побывал. Может закусим? Нет? Олигархи после первой не закусывают. Давай. Ну, давай. Богатая жизнь, она такая. Здорово, соколы. Таможенные, растаможенные. Здорово, желаемые товарищ генерал. Как прошел день? Ничего интересного. Вообще ничего. Вот это плохо. Если таможенник за день ничего не конфисковал, значит, день прошел зря. А это что такое? Где? Ничего себе. Нихрена себе. Так это же элитный алкоголь. Такое пьют только олигархи, звезды. А теперь еще и генералы. А теперь еще и генералы. Что, хотели закрысить от меня? Никак нет, товарищ генерал. Просто он паленый. Паленый? Да-да-да. Знаю я, какой он паленый. Что, хотели спрятать, да? Никак нет, товарищ генерал. Это сюрприз. Сюрприз. Ну что ж, сюрприз удался. Мы как раз тут фуру с караоке не растаможили. Хорошо. Молодцы. Ты случайно не знаешь, что надо делать, когда ослеп от элитного алкоголя? Нет. Что будем делать? Что? Валить надо, куда глаза... Короче, на ощупь идти надо. Зачем? Да потому что генерал нас даже слепым найдет и завалит. Согласен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работает. Работает. Какая-то дверь была. А, нашёл, нашёл. Сюда, сюда иди. Иди. Молодец. Идём, идём. На троих. На троих.